Друзья, всем привет! Появилась первая информация о том, какие же устройства будут поддерживать iOS 16, и сегодня мы с вами это обсудим. Меня зовут Максим, вы на канале Dreamers Lounge, поехали! Понятное дело, что сейчас еще рано говорить о том, какое конкретно решение будет принято в недрах компании Apple, но даже на текущий момент уже появляется информация о том, какие устройства получат поддержку, а какие устройства, к сожалению, ее не получат. Но для начала я хотел бы поблагодарить вас, моих зрителей, моих подписчиков, потому что, как вы помните, я поставил перед собой такую цель до нового года добить 25 тысяч подписчиков. И, естественно, с вашей помощью мы эту цель выполнили, за что вам огромнейшая благодарность, но к этому бонусу мы еще прилетаем, что у нас в Телеграме тоже 3000 подписчиков накопилось в нашем Телеграм-канале, поэтому не забывайте подписываться на канал, на Телеграм-канал, естественно, прожимайте роликом лайки, мне это будет очень приятно, ну и на колокол, конечно же, жмите, тогда YouTube вам будет прислать в будущем уведомления с выходами новых роликов. Еще раз всем огромнейшее спасибо, в следующем году попробуем поставить планочку повыше. Итак, давайте не будем затягивать, из айфонов у нас выпилят iPhone 6s, iPhone 6s Plus и, конечно же, iPhone SE первого поколения. На удивление, по тем данным, которые есть на данный момент, iPhone 7 оставят, хотя, казалось бы, его тоже уже можно затронуть, но нет, iPhone 7, по этим данным, получит iOS 16. iPad'ов выпилят чуть-чуть побольше, у нас с вами уберут iPad Mini 4, iPad Air второго поколения, iPad обычный, который пятого поколения и iPad'ы линейки Pro, которые вышли в 2015 году. Вот их в следующем году, получается, или в этом году, зависит от того, когда вы смотрите, почистят, и iOS 16 они уже, к сожалению, скорее всего, не получат. Ну и Apple Watch вроде как выпилят третью серию, давно, мне кажется, пора, я не понимаю, почему они получили поддержку WatchOS 8, но, с другой стороны, в WatchOS 8 ничего особо нового нет, возможно, поэтому и получили, в том числе, как и iPhone, и iPad'ы получили iPadOS и iOS 15. Но, как мне кажется, в следующем году обновление компании Apple будет чуть более масштабное, собственно, именно поэтому старые устройства не все получат новую iOS. Плохо ли это или нет? Смотрите, если вы владелец сейчас вот устройств, которые я сказал, которые есть в этом списке, то что вы теряете от того, что вы не получите iOS 16? Понятное дело, вы не получите какие-то новые фишки, но плохо ли будет работать ваш iPhone на iOS 15 от этого и станет ли он от этого хуже? Да, конечно же, нет. Поэтому смело можно еще год-два после того, как прекратится вот такая апдейтная поддержка, пользоваться вашими iPhone'ами и iPad'ами и никаких проблем не знать, ничего в этом такого нет, я всегда всем так рекомендую. Но если мы смотрим со стороны новых пользователей iPhone'ов, например, которые пользуются уже какими-нибудь XR, XS и новее, то по-хорошему, чем больше устройств выпилят из поддержки, тем лучше будет владельцам новых устройств. Это лично мое мнение, потому что компания Apple, естественно, тратит какие-то ресурсы на поддержку iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, ну и вот этих вот там 6S, SE первого поколения и так далее. И зачем эти устройства в линейке поддерживать, если можно этих инженеров, их силы, их креатив-таланты направить на поддержку новых устройств? Мы бы с вами тогда получили меньшее количество багов, более стабильную систему, меньше жор батареи и так далее, но это лично мое мнение, ничему здесь я не призываю, мне так кажется, что это было бы логично. Но вот лично я бы выпилил из поддержки iPhone'а ниже iPhone XR и XS. Возможно, это достаточно жестоко, но зато эффективно по отношению к новым пользователям, а то и на iPhone 12, на iPhone 13 некоторые люди страдают от багов, лагов, вот лучше бы там это все пофиксили. Еще раз, моя такая позиция. Конечно, это 10 раз все еще может перетряхнуться, потому что в прошлом году было то же самое, сначала говорили, что 6S не получит поддержку, SE не получит поддержку, потом они получили. Но это был такой вот, скажем так, пандемийный год, несмотря на то, что пандемийный год считается у нас так 20-е начало, да. Но по факту, конечно, циклы разработки немножко другие, и поэтому в 2021 году получилось вот то, что получилось в виде iOS 15. iOS 16, ну мне кажется, лично должна быть немножко пободрее в этом вопросе. Я буду вас держать, конечно же, в курсе, если будут какие-то новости появляться, мы с вами обязательно об этом поговорим. Ну а пока же, как я вам говорил чуть ранее, если ролик понравился, поставьте большой палец вверх, мне это будет очень приятно. И вот там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, тогда ничего классного, интересного не пропустите, и YouTube вам пришлет уведомление с выходом нового видео. И, естественно, конечно же, в комментариях внизу пишите, владеете ли вы устройством, которое не получит, ну, потенциально поддержку iOS 16 в следующем году. Будет интересно почитать, что будете делать, менять на новое, или будете пока пользоваться. В общем, я с вами с удовольствием подискутирую. А еще не забывайте про вот эти два ролика, они специально подобраны для вас в новой гритме YouTube зациньки. Если не видели, вот все, конечно, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok